Продолжение следует... Возможно, там найдете решение А прошивку здесь можно взять Ссылки я постараюсь не забыть Оставить в описании И на прошивку, и на драйвера, и на флэш-тул Для прошивки понадобятся Драйвера, прошивка, флэш-тул Прошивку нужно прошивать последнюю СВ-13 обязательно И последний момент Как определить, на каком процессоре ваш телефон Чтобы это сделать Нужно его поставить на зарядку В момент, когда вы втыкаете его на зарядку Телефон должен быть полностью выключен В выключенном состоянии Ему нужно Прошу прощения, в выключенном состоянии Ему нужно дать питание Когда ему подаете питание Он покажет вам батарейку Вот эта батарейка и является ключевым фактором Видите, батарейка прямоугольная с молнией Я здесь отдельное видео тоже на этот счет Ну, на всех случаях еще раз повторюсь Батарейка прямоугольная с молнией Это у нас процессор МТК Если батарейка будет под наклоном И синяя Там такие типа пузыри какие-то синие Заполняется под наклоном И ни с чем не перепутаешь Эта синенькая батареечка Говорит о том, что аппарат нас притрунет Телефон должен быть заряжен Хотя бы наполовину Не дай бог, в моей прошивке Прошивка не прервалась И в заряженном состоянии Нужно его будет прошить программой FlashTool Как это сделать, я уже покажу на компьютере И где взять саму прошивку Ну, в принципе, все Перейдем к компьютеру И дальше я покажу уже на компьютере Что нужно сделать на компьютере Для прошивки FlyFS505 Значит, так как аппарат у нас на МТК На процессоре МТК То прошивку можно найти на 4PDA легко Для процессора с притрум Она тоже есть на 4PDA Но с ней немножко сложнее Потому что там драйвера тяжелее найти Еще какие-то по мелочи проблемы Меня попросили снять именно про FlyFS505 на МТК Для этого забиваем простой запрос FlyFS505 4PDA Идем на 4PDA Я все ссылки, естественно, дам в описании Но если хотите полный путь пройти То вот он Заходите на страницу FlyFS505 Nimbus 7 Открываете раздел прошивка Вниз опускаетесь Выбираете драйвера и утилиты Как бы вот тут есть Драйвера для FullStore Для этого как раз на МТК Но мы пойдем другим путем Человек для вас здесь уже все выложил Открываете официальные прошивки И выбираете самую последнюю прошивку SV13 Именно в прошивке SV13 Доработаны многие косяки Которые устраняют, например, проблему Когда он часто зависал на заставке По большей части Вот Еще куча-куча всяких доработок То есть прошивка 10, 11, 12, 13 То есть постоянно что-то допиливали И сейчас нужно ставить 13 Причем если я не путаю Ну, скорее всего, я не путаю 13-е две ревизии было Но могу забыть Про какой конкретно аппарат идет речь И здесь же внизу вы видите Прошивки для процессора Sprite.ROM Вот они Но так как я показываю для МТК То и речь сейчас пройдет Про другую Не про Sprite.ROM Открываете SV13 Переходите по ссылке на SV13 Для FS505 И тут мы видим, что человек Который выложил Так, сейчас сколько вы Никто у него Дэвин У него В Мейловском облаке Выложено все для вас И прошивка И драйвер И Flash Tool Крайне удобно Человеку огромное спасибо Выбираете все три галочки И жмете скачать Ждете пока скачается этот архив Так, сейчас я Скачать я буду Донлоудом Донлоудмастером Чтобы все контрольные суммы сходились Ждете пока он скачает Архив Из трех файлов Либо файлы по отдельности Качаете И из этого архива Я уже покажу Как все что извлекается Как что в каком порядке Ставится и так далее Все это сейчас дождемся пока он скачается И продолжим Докачалась прошивка Открывается скачанный файл У нас здесь три файла Прошивальщиков SP Flash Tool Драйвера И сама прошивка Чтобы все это извлечь Нужно создать в корне диска C Папку Без русских букв И без пробелов Я делаю так Я создаю папку с цифрой Вот например цифра 5 И в эту папку с цифрой 5 Так как там нет ни русских букв Ни пробелов Я копирую все что я накачал Скидываю все три архива И каждый архив Еще нужно будет распаковать Потому что я коряво качал Если вы по одному будете качать Там будет один архив Извлекаете ему Flash Tool Правой кнопкой извлечь Извлекаете драйвера Правой кнопкой извлечь И извлекаете саму прошивку Также правой кнопкой извлечь Значит по драйверам пока извлекается По драйверам пройдемся Тут вот драйвера есть С автоматической установкой Если они у вас не ставятся То нужно использовать компьютер на семерке С чем это связано Это связано с тем Что включена цифровая Проверка цифровой подписи драйверов Но она к сожалению Просто так не выключается У меня есть отдельное видео На этот счет можете посмотреть Если не забуду ссылку дам в описании Там тоже предельно все понятно Как перейти на экран Где можно цифровой подписи драйверов Но лучше использовать компьютер на семерке И с ним проблемы редко бывают Значит драйвера ставите автоматически Выбираете вот либо Run Install Автоматически Remove это удаление Либо сюда заходите Выбираете под свой Windows И уже вручную указываете путь к драйверам Но это долгий никому не нужный путь Поэтому чаще всего Либо там в том пункте я выбираю Либо драйвер и Installer здесь Либо выбираю вот например 64-битный здесь Некоторые из них не ставятся Поэтому приходится вручную подсовывать драйвера Значит прошивка извлеклась Открываете Flash Tool Выбираете Flash Tool Соглашаетесь Соглашаетесь Если он просит первый файл Выбираете ему файл на тк All on One Во втором пункте выбираете ему Путь к прошивке Также пятая папка Вот как я себе создал Папка с прошивкой Здесь выбираете МТ6580 Android Scatter Точка TXT Внимательно смотрите Чтобы были проставлены Все галочки Выбираете ему Обязательно При любом раскладе Выбираете Furware Upgrade Если выбрать Download Only Он заменит Некоторые файлы Ну прошивки Так сказать Саму прошивку Некоторые файлы он заменит Но нормального результата Это не даст Ни нормальные вирусы Какие-то серьезные Ни нормальные проблемы Это не уберет Делать по нормальному Сразу делать через Furware Upgrade Формат All plus Download Вообще не выбирать Иначе уйдут EMA И значит 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 Выбрали Furware Upgrade Телефон Отключили от компьютера Зарядили Хотя бы на половину И жмете Download Нажали ему Download И подключаете К компьютеру В выключенном Полностью Заряженном Либо заряженном На половину Состоянии Я рекомендую Заряжать полностью Значит Несколько моментов Которых надо говорить До того Как вы все это будете делать Первое Ставите драйвера Посту Успользуете Тот Который рекомендует Производитель И прошивку Ставите Всегда Только последнюю Следующий момент Перед тем Как делать Эти любые операции Нужно выйти Из учетной записи Google Меню настройки Аккаунта В правом верхнем Выбрать Google Учетную запись В правом верхнем Кнопке С тремя точками Удалить аккаунт Если это не сделать После сброса Либо прошивки Он будет просить Старую учетную запись И пароль От нее Если вы их не знаете То вы как бы Словили большую Головную боль У меня есть на канале Повылить ФРП Google Там есть Разблокировка ФС 505 Но лучше до этого Не доводить Кстати Знаете что Я сразу покажу Сейчас вот Когда мы его прошьем Я покажу Как заодно Убрать ФРП Блокировку Google Раз уж заодно Мы тут и драйвера И все подряд поставили Значит Сначала его прошьем Значит Показывает он у нас ФРАПГРЕЙД Телефон наполовину заряженный И в заряженном В полной заряженном Состоянии Выключенном Мы его подсоединяем К компьютеру Сейчас я включу Вторую камеру И покажу на камере Что вообще происходит Выключенный Заряженный телефон Подсоединяете К компьютеру А на компьютере У нас Нажата кнопка Далл Это выбрана ФРАПГРЕЙД Подключили На телефоне Ничего происходить Не будем Не будет Смотрите на компьютер Побежала Красная полоска Он загружает Нужный ему файл Текстовую Так сказать Таблицу С инструкцией Что куда заливать И начнется Прошивка Пробежала Красная полоска Пробежала Строка Форматирования И пошли Заливаться блоки Ждем окончания Не прерываем Телефон нельзя Снимать Иногда еще На некоторых Телефонах Нужно без батарейки Его прошивать Здесь внизу Будет тогда написано Вязал батареи То есть Прошивка без батареи Все Ждем окончания Не прерываем Субтитры сделал DimaTorzok Прошивка закончена Вырезала табличка Где написано DimaTorzok Закрываем ее Прошивка тем самым Закончена Перейдем к телефону А потом я покажу Все включим Настроим Потом я покажу Как снять ФРП блокировку Прошивка закончилась Телефон соединяете Батарейку Выдернули Воткнули Выдернули Воткнули На зарядку Вставите И включаете Зарядку поставлю Сейчас он начнет заряжаться И будем его включать Дерядка кстати Может показать неправильно После первой загрузки Потом все придет В норму Все включаем 5-10 минут Он будет включаться Несмотря на то Что ничего не происходит Ничего не трогаем Первая загрузка Всегда очень долгая Потом настраиваем Дату и время Вайфа И пользуемся Так А теперь вернемся К компьютеру Я вам покажу Как снять ФРП блокировку На флайер ФС 505 А теперь По разблокировке ФРП Google Если Прошивка вам неинтересна Прошивка ФРП блокировка Не убирает То И смотрели вы не сначала То делать вам нужно Следующее Сначала Ставите драйвера Вот они здесь приложены Авторан Инсталлер Либо здесь Вот есть Для 64-битной Восьми Шестибитной Системы Если вдруг Драйвера не ставятся И просят цифровую Подпись драйверов То тоже смотрите отдельное видео Вам нужно Ваша задача Поставить драйвера И открыть Flash Tool Дальше Когда вы откроете Flash Tool Выбираете Вот такой файл Выбрать Выбираете Файл MT6580 Ну тот Который мы выбирали Он снова загрузит Вот эти все Галочки Ваша задача Убрать эти галочки Чтобы не было Ни одной Перейти во вкладку Формат Телефон должен быть Отключен От компьютера Мануал Формат Флэш И забиваете Два значения Вверх Вы забиваете Вот такое Вот такое А вниз Вот такое Вот такое Значение Забили эти два Значения Отсоединили Телефон От компьютера То есть он должен быть Все это время Отключен Жмете ему Старт И подключаете В выключенном Наполовину заряженном Состоянии А лучше полностью Заряженном К компьютеру Две секунды Пройдет Пробежит красная Полоска И загорится зеленая Галочка Окей Отсюда выходите Все блокировка снята Просто выдергиваете Батарейку Вставляете И включаете телефон Как первый раз Блокировка ФРП уйдет Если есть какие-то вопросы Пишите в комментариях И ставьте лайк Подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok